Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Святое Крещение. Несколько тысяч анапчан приняли участие в массовых купаниях. Крещенская ночь прошла без происшествий. Новая жизнь старого объекта. В седьмой школе полным ходом идет капитальный ремонт бассейна. Осторожно! Знак 40. На аварийно-опасном участке дороги Анапского шоссе в результате ДТП погиб человек. Более 3,5 тысяч человек в Анапе этой ночью совершили обряд омовения в честь Святого Крещения. Чтобы массовые купания прошли без происшествий, администрация города взяла на себя организацию и контроль за народной традицией. Для этих целей были специально оборудованы три места – Малая бухта, Центральный городской пляж и Центральный пляж Станицы Благовещенская. Перед массовым заходом в море традиционная процедура – освящение воды. Отец Александр, настоятель храма Серафима Саровского, благословил нам омовение собравшихся верующих и поздравил с праздником. Это есть народная традиция. Народ, слава Богу, благочестивые традиции оставил нам. Храни Господь всех! С праздником! Для проведения мероприятия главой города было дано поручение обеспечить безопасность населения. Прежде всего, это обеспечена охрана общественного порядка, развертаны спасательные посты, выдвинутые скорые помощи. То есть, все элементы, которые могут обеспечить безопасность здоровья нашего населения. Значит, те места, которые не оборудованы для купания, куда может население пойти, выставлены аншлаги, что купание запрещено. Только на пляже Малой Бухты безопасность обеспечивали 12 спасателей. Около 30 сотрудников полиции и казачества также дежурили бригады скорой помощи. Кроме того, на всех местах купания было обеспечено достаточное освещение, оборудованы раздевалки и пункты питания, в которых можно было согреться горячим чаем. Массовые купания продолжались до двух часов ночи, и старый млад приняли участие в этом полезном для души и тела мероприятии. Для большинства пришедших это не просто традиционный обряд или процедура закаливания. Верующие признаются, что после погружения в воду чувствуют радость и прилив сил. Говорят, это и есть благодать Божия. Идет радость сразу, очищение идет, благодать снизошла на нас. Замечательно. Сейчас такое ощущение, что мы парим над землей. В этот день мы приходим для того, чтобы очистить свою душу светлой водой. И тело тоже. В седьмой школе Анапы продолжается реконструкция бассейна. Значит, облицовка стен плиткой. И сразу серый цвет штукатурки уступил ярким солнечным краскам, которые так уместны в школьном бассейне. У отделочников большой выбор качественной плитки. Наверняка отреставрированный бассейн станет самым красивым спортивным школьным сооружением года. В том, что будет красиво, сомнений нет. В руках у отделочников самая качественная плитка марки Керама Мараци. Поэтому стены душевых сияют светлым глянцем белой плитки, в контекст которой удачно впишется нарядная, узорная. Заместитель главы города Людмила Мурашова интересуется, как будет выглядеть общая концепция плиточного покрытия стен. Нам очень важно, чтобы этот бассейн выглядел не просто красиво, а современно. Чтобы дети зашли и они понимали, что они живут у нас в 21 веке. О том, что в бассейне будет такое высокохудожественное сочетание ярких красок, даже мечтать не могли. Но да тут очень много нового. Раньше в бассейне вообще не было вентиляционных шахт. Сейчас новейшее оборудование уже зашили водостойким гипсокартоном под плиточное покрытие. Рездация у нас проложена совершенно новая, автономная. То есть она будет включаться в технологических помещениях бассейна. Она на современный уровень выведена, то есть она приточно-вытяжная. Сегодня строители приступают к монтажу подвесного потолка, а затем за работу принимаются маляры. И когда наступит идеальная чистота, возьмутся и за чашу бассейна. Для того, чтобы подключить современное оборудование. То есть старое оборудование не восстанавливалось, закупалось абсолютно новое оборудование. И, соответственно, облицовка бассейна будет пленкой, которая применялась на олимпийских объектах города Сочи. Сегодня в бассейне нигде не торчат провода электрической проводки. Ее проложили в первую очередь еще до начала штукатурных работ. Совершенно заменена на новую, современную. И под нее, вот ее выходы видно, и под нее закуплены новые светильники. На фотоэлементах светильники, которые допускаются в бассейн, которые сделаны у нас в стране. Мы постарались заключить со строителями такой договор, чтобы это было наше оборудование. Потому что в случае выхода из строя недоступной поломки, мы могли связаться с нашими производителями. Оделочные работы в школе идут строго по графику. И надо заметить, что рабочие компании «Славянский дом» работают красиво, аккуратно, быстро и качественно. Можно сказать, что в этом смысле седьмой школе очень повезло. Заместитель главы города Людмила Мурашова отреагировала на жалобы некоторых родителей в школе номер 16 села Цыбана-Балка. Ранее они заявляли, что их едва ли не принуждают приобретать чипы для новой школьной системы безопасности. Часть активистов присутствовали на специальном собрании с участием представителей городской администрации и депутатов. Однако слова так никто из них и не взял. Подробности в сюжете. Да, вот раз, два, с этой стороны три, четыре. Заместитель главы города Людмила Мурашова осматривает новенькие турникеты. Через один из них будут проходить дети, прикладывая специальный чип. Специалисты прикрепят его на портфель. При входе и выходе школьника за периметр родители будут получать СМС. А дети, которые без чипа, 400-300 человек? Мы с той стороны их пустим. А, давайте, выпускайте. А они идут в эти? Да, мы окрасим полицию, залили цветом. Хотя приобретение чипов дело добровольное, часть родителей написали письма в прокуратуру, губернатору и президенту. По их словам, два года назад турникеты установили в самом здании. Действовали пластиковые пропуска. Теперь им придется приобретать еще и чипы. Вместе с тем на переменах дети часто выбегают во двор и родители буквально засыпало СМСками. Решение о фактическом переносе системы на периметр территории было принято на заседании школьного совета. Это дорогое удовольствие. Порядка 800 тысяч рублей копейник матери затратил на эти цели. Ни одной копейки в муниципальных средствах. У нас появляется сейчас возможность тоже, скажем, тратить эти деньги на вот такие системы. Но нужно будет подумать, что нам купить учебники и бесплатно раздать вашим детям. Или же все-таки подумать на трубники. Затраты родителей 700 рублей за чип. Он в 2,5 раза дороже, чем карточка, но прикрепленное к портфелю устройство не потеряется. Оно приобретается на весь срок обучения. Абонентская плата за СМС до конца текущего года 400 рублей. Для многодетных семей стоимость чипа и услуг в 2 раза меньше. Кроме того, на каждый класс будет бесплатно выделяться по одному устройству. Родительскому комитету решать, кому оно нужнее всего. По словам предпринимателя Анны Чурсиной, зарабатывать она намерена исключительно на абонентской плате. Срок окупаемости проекта 7 лет, при условии, что большая часть родителей будет пользоваться системой. Пока устройство приобрели порядка 10%. На самом деле это полное безумие, если считать из стоимости. Анна говорит, что готова показать все выкладки, подтвердив их документами. Абонентская школа, вне сразу в том числе, не имеет к этому никаких финансовых отношений. При этом встреча показала, что в необходимости такой системы никто не сомневается. Это безопасность и контроль за детьми. Кто был прозит? Кто подписался? Есть такие? Есть. Дай мне понизову, пожалуйста. Кто нуждавал? Тем временем, никто из взрослых, кто подписал письма в вышестоящие инстанции, так и не выступил. Хотя в зале они и присутствовали. Наталья Никитина, позицию которой можно назвать нейтральной, назвала произошедшее недоразумением из-за недопонимания. Я так думаю, что все разрешится в лучшую сторону. Те, которые хотят, они приобретут чипы. Те, которые не хотят, они доучатся на пластиковых бумажных носителях. Я увидела очень хороших и светлых людей. Я увидела мамочек, которые действительно беспокоятся за судьбу своих детей. И я увидела просто некоторое недопонимание в общении между руководством, может быть, школой, предпринимателем, который строил эти турникеты, и некоторой частью родительского актива. Я вот как мама и бабушка, я вообще сторонник такой электронной системы. Это в первую очередь безопасность моего ребенка и знание того, где он находится в данную минуту. В любом случае в учебном заведении по просьбе родителей проведут ревизию ограждения. Также Людмила Мурашова рассказала, что школа в Цибанабалке – одна из четырех муниципалитетей, которую будут расширять при первой же возможности. Все зависит от наличия денег в бюджете. А в случае возникновения вопросов она рекомендовала обращаться в городское управление образования. Ханапа продолжает готовиться к новому курортному сезону. Сразу в нескольких местах муниципального образования идет ремонт, восстановление и полная замена тротуарной плитки. В данный момент самый крупный объект – это часть улицы Гребенской, примыкающая к городскому пляжу. Объем заменяемого покрытия впечатляет – это более 1800 квадратных метров. Сейчас здесь проходит демонтаж старой плитки и установка нового бордюрного камня. Кроме того, в разных частях города обновляются тротуары. В частности, на Пионерском проспекте сотрудники Ремстроя установили новые бордюры и застелили 65 квадратных метров в пешеходной зоне. Особое внимание уделяет популярному Анапскому бульвару 100-метровка. Этот вопрос будет решаться однозначно. Я присутствовал на этом обследовании. Проходил там плитка, там положенная, всего лишь на вся толщина плитки составляет 3,5 сантиметра. Но все ларьки, которые присутствуют там, завозят товар, грузовые машины, они его подавили. Это пешеходная плитка, нельзя туда заезжать. Поэтому силами, опять же, МКО Ремстроя будет поставлено ограждение. Ограждение, я думаю, что будет поставлено у нас до понедельника, чтобы прекратить въезд на машины. И старая плитка, которая демонтируется сейчас с Гребенской, пойдет, скорее всего, на точный ремонт по 100-метровой площади. Все работы, которые запланированы руководством Ремстрой, планируются в полном объеме завершить уже до 1 мая этого года. Серьезное ДТП с участием трех автомобилей сегодня произошло на Анапском шоссе. В аварии погиб житель станицы Анапская. Это уже не первая трагедия на этом участке дороги. Несмотря на ограничение скорости 40 км в час, водители зачастую двигаются с привычной для трасс скоростью. Этим утром одна из главных дорожных артерий города, Анапское шоссе, встала в пробке. ДТП с участием трех отечественных машин ограничило движение практически по всем полосам. В результате аварии погиб человек. Некоторым понадобилась медицинская помощь. Сегодня, 19 января 2017 года, около 9 часов 20 минут, на Анапском шоссе, напротив торгового центра Алексеевский, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате которого столкнулись автомобиль ВАЗ-2115, ВАЗ-2114, ВАЗ-2121. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2115 погиб на месте. Прибывшие на место сотрудники роты ДПС и ГИПДД оперативно восстановили движение. По неофициальным данным, у погибшего водителя автомобиля ВАЗ-2115, 62-летнего жителя станицы Анапское, мог возникнуть сердечный приступ во время управления транспортным средством. Схема дорожно-транспортного происшествия оказалась настолько сложна, что сотрудники полиции пока затрудняются делать выводы о предполагаемом сценарии развития трагедии. И даже участники самого происшествия не смогли точно рассказать, что случилось. «Приехал по правой полосе, и смотрю, пятно от нее боком идет, боком идет, ну, на встречку боком, и удар вот это, и все, я уже потом не помню ничего, потом глаза открываем, смех, нет, вот это впереди еще не что-то стоит, не у меня куда-то раз, вот и все, все, что я помню». После аварии все участники были отправлены на экспертизу в наркологический диспансер. Сотрудники полиции работают над восстановлением полной картины происшествия. Причины устанавливаются, проводится проверка. Наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает в новом году анапчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте, «Анапа-регион.ру», а я с вами прощаюсь, до встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова